Девушки отдыхают Но в начале выпуска страшная автомобильная авария произошла ранним утром 30 марта. ДТП произошло на трассе Соликамск-Красновишерск. По предварительным данным, виновником аварии является водитель «десятки», который, двигаясь со стороны Красновишерска, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом «ПАЗ». От сильного удара легковушка превратилась в груду металла. Водитель «десятки» от полученных травм скончался на месте. Водитель автобуса получил ушиб правого бедра. Ну а теперь к основным новостям выпуска. Два года колонии строгого режима. Такое решение принял Соликамский городской суд в отношении соликамца, который избил сотрудника полиции. Даниэлян применил насилие в отношении представителя Брасти в подъезде одного из домов, расположенного в Боровске, города Соликамск. Вину в ходе предварительного средствия Даниэлян признал полностью. Стоит заметить, это уже не первая судимость у молодого человека. Ранее он уже привлекался за хулиганство. Сможет ли очередная отсидка исправить его, покажет время. К другим новостям. Мы часто рассказываем о том, какие вопросы обсуждаются на заседаниях Соликамской городской думы, о том, какие решения принимают народные избранники. Но мы еще ни разу не говорили о том, какую работу приходится делать депутатам в своих избирательных округах. Именно об этом наш следующий сюжет. Все мы, безусловно, при столкновении с проблемами в сфере ЖКХ или что касается придомовых дорог, хотим получить качественную и нужную помощь. Для этого мы выбираем депутата для своего округа. Ходим на выборы и ставим галочку за нужного именно нам человека. Антон Суботин является депутатом 24 округа. Проблемы жильцов он не просто знает, а помогает их решить. Так, например, каждый последний вторник месяца жильцы, у которых есть недовольство, связанных с их территориями, могут прийти в бывшую школу номер 6 и лично поговорить с депутатом. В жилищную инспекцию мы обращались, но ответ пока никакого нет. Антон Суботин жильцов своего округа знает, можно сказать, поименно. И несмотря на то, что в его ведении более 20 домов, он вникает в проблемы всех своих жителей, кто к нему обращается. Антон Герасимович говорит, работа депутата, конечно, нелегка. Но если знаешь, что можешь помочь людям, то оно того стоит. Ведь, как говорится, вместе мы справимся. Депутат должен, на мой взгляд, помогать по принципиальным вопросам, оказывать какую-то юридическую помощь, оказывать поддержку, если нужно помочь телефоном каким-то или еще что-то, переговорить с администрацией, если, допустим, какой-то вопрос не решается и его решение зависит от позиции чиновников. Или помочь жителям обратиться в какие-то надзорные контролирующие органы. Антон Суботин говорит, что многие жильцы уже знают его личный номер. И если что-то их не устраивает или у них возникают неотложные вопросы, то они звонят напрямую ему. Конечно, работа с обращениями занимает большую часть рабочего времени. Но несмотря на это, Антон Герасимович решает и остальные проблемы. Например, с дорогой по объездной, которая также является больной темой его округа. Но вместе с администрацией города депутат 24 округа пытается решить эту проблему. Дорога Олега Кашевого – это просто, не знаю, это минное поле, это не дорога, а одно направление. По ней не то, что на легковушке, на грузовой машине страшно приезжать, мне кажется. Тут я считаю, что администрация, конечно, тоже рассказывает, что есть множество объективных, субъективных причин, почему так получилось, почему мы в зиму ушли с такой дорогой. Но я считаю, что администрации здесь нужно усилить контроль над подрядчиками по выполнению тех или иных работ. Уже в прошлом году в 24 округе начался ремонт некоторых дворовых территорий. Эту работу, как уверен Антон Суботин, равно как и установку детских площадок, необходимо продолжить. При этом каждому депутату на заседаниях Соликамской городской думы необходимо вникать во все городские проблемы. Решение будем принимать сами с лицами, с лицами, с лицами голосователями. Конечно, что здесь очень много застоев, и здесь мы будем идти. Если к нам придут из Демидовского округа вопрос Демидова сделать почетным гражданином, вот так вот, наши решения, мы будем смотреть уже по заслугам. Один в поле не воин, только сообща, уверен депутат, можно сдвинуть с мертвой точки решения городских проблем. Как сказал нам Антон Суботин, в его дальнейших планах совместно с депутатами от 23 и 22 округов Дмитрием Дингисом и Александром Хлызовым добиться разработки проекта благоустройства территорий всего микрорайона «Красное». Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль-ТВ». В течение последнего месяца в налоговой царит аншлаг. Все потому, что солейкамцы сдают декларацию о доходах за год 2013. И продлится этот период до 30 апреля. Кто должен отчитаться за это время, расскажем прямо сейчас. Через месяц истекает срок подачи декларации о доходах. 4000 солейкамцев уже успели отчитаться за дополнительные доходы, полученные в 2013 году. Те, кто заполняет декларацию каждый год без проблем, справятся с этим и в текущем году. А вот у новичков всегда появляется много вопросов. Появляются они и у тех, кто пребывает в растерянности, ведь имущество не приобрел, а получил по наследству. Нужно ли его указывать в документе для налоговой? Ольга Бегушина – обычная жительница Соликамска. И вроде бы кроме зарплаты других доходов не было, поэтому необходимости заполнять декларацию также не существовало. Но в прошлом году все изменилось. В прошлом году, в 2013 году, я получила от близкого родственника дарственную наквартиру. Плюс я получила наследство после смерти матери. Нужно ли это указывать в декларации о доходах? За ответом на вопрос Ольги мы обратились к начальнику налоговой службы Соликамска Михаилу Сидорову. Вопрос я получил о наследство после смерти матери. И в соответствии с действующим законодательством, обязанности предоставления налоговой отчетности и уплаты налога на ходы физических лиц у них не возникает. Значит, в отношении второй части родственница оформила на меня дарственную, на квартиру. Но в данном случае, если это родственник близкий, то налоговая отчетность точно так же не предоставляется и в налоговую базу включаться не будет. По словам Михаила, отчитываться по таким доходам должны лишь дальние родственники – тети, дяди, племянники и так далее. Кроме того, до 30 апреля отчитаться за годовые доходы должны и те, кто сдавал имущество в аренду, выиграл его в лотерею, получил дивиденды и прочее. Если физическое лицо не предоставляет налоговую отчетность установленный срок, то есть 30 апреля у нас крайняя дата и у него возникает обязанность по предоставлению отчетности и по истечению данного срока он может быть привлечен, не может быть привлечен, а привлекается к налоговой ответственности за несвоевременное предоставление отчетности по ст. 119 Налогового кодекса. Размер штрафа определяется не менее 1000 рублей. Кстати, чтобы заполнить декларацию о доходах, не обязательно идти в налоговую инспекцию за бланком. Достаточно лишь зарегистрироваться по интернету на сайте Федеральной налоговой службы на сервисе «Личный кабинет налогоплательщика». Кстати, в электронном варианте есть подсказки, которые избавят вас от ошибок, что заметно сэкономит время. Передать заполненный документ можно лично, либо отправить его заказным или электронным письмом. Кроме того, можно передать через представителя. По доверенности главное не забыть поставить подпись. До конца апреля время еще есть, поэтому торопитесь. Ну и продолжаем. На наш регион надвигаются снегопады. Синоптики прогнозируют обильное выпадение осадков в середине этой недели. Какой будет погода в Соликамске завтра и ждать ли нам снежных бурь, расскажем сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. СОЛИКАМСКИЕ БЕРЕЗНЯКАХ Школьная баскетбольная лига «Калий Баскет Юниор». Играют все школы города со 2 по 4 класс каждую субботу в физкультурно-оздоровительном центре на Клистовке. Приходи поддержать команду своей школы. Играй в баскетбол. Добейся успеха. Магазин «Праздник» поможет сделать любое торжество ярким. Для вас прикольные сувениры, парики, костюмы, воздушные шары, открытки и другие интересные вещицы. Приходите к нам за праздничным настроением. «Пятилетки-62» и «Юбилейная-95». Во вторник 1 апреля в Соликамске термометры днем покажут минус 3 градуса. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Пасмурно, осадков не ожидается. Ну а теперь о погоде в других городах. В Чердине температура воздуха будет минус 4 градуса. Пасмурно, небольшой снег. В Перми днем ожидается минус 1 градус пасмурно. В Губахе температура днем минус 3 градуса пасмурно. В Екатеринбурге температура воздуха днем минус 2 градуса. Пасмурно, небольшой снег. Наши телезрители прямо в эфире могут получить бесплатные консультации специалистов. Отправляйте свои вопросы на наш сайт www.solgifistv.ru или звоните по телефону 707-83. Мы обязательно найдем на них ответ. Сегодня на вопросы телезрителей отвечает психолог Ирина Сумарока. Сегодня мы рассмотрим вопрос, как справиться с потерей близкого человека. Под этим мы будем подразумевать смерть. Важно знать, в первую очередь, что горе протекает определенными стадиями. Первая стадия ее можно назвать шок, оцепенение. То есть это неожиданная встреча со смертью, встреча с потерей, которую сложно осознавать, понимать, принимать. Люди могут реагировать на это или с тупором, отсутствием действий вообще, или наоборот суетливостью, тщательным участием в похоронных процессиях и так далее. Обычно такой период длится до 9 дней, ну максимум 2 недели. И здесь важно, обратите внимание, родственники, важно много плакать. Когда-то было в традициях приглашать плакальщиц, которые своими рыданиями поддерживают, вызывают рыдания родственников. Это такой акт очищения, выделения горя из тела, если можно так сказать. Когда точно понимает человек, что близкого уже нет, но не хочется внутренне принимать, что его нет. Окружают себя фотографиями, какими-то вещами постоянно. Кажется, что он идет по улице, и как будто я его видел, кажется, что я слышу его голос и так далее. Понимаете, что это нормальное течение горевания. Это правильное течение горевания. И те, кто окружает такого человека, потерявшего близкого, набираетесь терпения, будьте в этом, говорите об этом. Это надо проживать. Яркими красками пытались раскрасить весну все, кто принял участие в красивом празднике, который прошел минувшие выходные на лыжной базе «Колеец». Как у них это получилось, расскажет Евгения Константинова. Отдых должен быть полезным и активным. Сегодня колечки собрались на лыжной базе «Колеец», чтобы закрыть лыжный сезон и попрощаться с зимой. Лесна хоть и наступила, но, к сожалению, пока все остается серым и невзрачным. Чтобы поднять людям настроение, лыжный праздник прошел под девизом «Раскрасим весну яркими красками». Веселые конкурсы, разноцветные шары – все вокруг так и играло красками на солнце. Из собранных участниками лыжных забегов красочных ленточек в итоге получилась настоящая радуга. Виталий Сапожников спортом занимается регулярно. Ходьба на лыжах для него – любимое занятие. Никогда не пропускаем такие мероприятия. Вы за активный отдых? Да, да. Дома долго не сидим. Как вам сегодня отдых на природе? Да вообще, прекрасная, отличная погода. Вот она как раз для нашего праздника, наверное. Но не только на лыжне можно было в этот день проявить себя. Колейщики всеми семьями могли принять участие в различных конкурсах. Например, можно было порисовать на мольберте, поучаствовать в конкурсе вышивки, нарисовать веселого человечка. Уж точно скучать было некогда. Вот это азарт. Вот что значит веселый праздник. Татьяна Титлова пришла со всей семьей. К празднику они готовились тщательно. Ну, мы в основном, конечно, готовились к конкурсу радужного костюма, поэтому пока успели только с этим. Так как видите, у нас один, два, три, поэтому нас много пока всех надели. А сейчас пойдем по лесу пройдемся, на снегокатах и на лыжах. Колейщики легки на подъем. Любое задание им по плечу. Кира Швецова, можно сказать, самая яркая участница конкурса. Ее костюм с ленточками означал всем знакомую поговорку. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Ну, мне нравится костюм. Помогала его шить? Да, помогала. Как помогала? Ну, я завязывала бантики, привязывала бантики. Как тебе сегодня здесь? Ну, все отлично тут, хорошо, весело. И правда, веселье было хоть отбавляя катание на пони и на лыжах, рисование и танцы. И все под веселую музыку. Заряд бодрости и отличного настроения получили все участники. И вот праздник подходит к концу. Но самое яркое шоу организаторы приготовили как раз напоследок. Отстановились с вашим шариком! А теперь внимательно ушки приготовили! Ну что ж, с вами, друзья, спасибо вам большое за этот замечательный танцевальный подарочек-сюрприз! После такого замечательного танца настроение у всех было самого яркого цвета. Не зря праздник назывался «Раскрасим весну яркими красками». Мы решили приподнять настроение таким образом. Погода нам сегодня просто благоволила. Светит солнце, яркое голубое небо. И действительно у нас получились яркие краски. Да уж, закрытие лыжного сезона получилось действительно красочным и незабываемым. Пора убирать лыжи. Но уже очень скоро наступит время летних видов спорта, которые у калищиков пользуются не меньшей популярностью. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль-ТВ». Это все новости на сегодня. С вами был Александр Чуклинов. Увидимся завтра в 18.30 на телеканале «Звезда». Всего вам доброго. Впервые в Соликамске и Березняках школьная баскетбольная лига «Калий Баскет Юниор». Играют все школы города со 2 по 4 класс каждую субботу в физкультурно-оздоровительном центре на Клистовке. Приходи поддержать команду своей школы. Играй в баскетбол. Добейся успеха. Магазин «Праздник» поможет сделать любое торжество ярким. Для вас прикольные сувениры, парики, костюмы, воздушные шары, открытки и другие интересные вещицы. Приходите к нам за праздничным настроением. «Пятилетки-62» и «Юбилейная-95». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова